Итак, добрый день еще раз. Очень кратко еще раз представлюсь. Меня зовут Юлия Хоктей, фитнес-директор сети фитнес-клубов World Class и Геометрия фитнеса. Это наш собственный бренд в Волгивостоке. Управляю пятью клубами уже на протяжении 12 лет. И параллельно я являюсь сертифицированным учителем по йоге, преподаю, практикую. И вот в последнее время, начиная с пандемии, начала создавать авторские курсы по личностному росту, эмоциональному интеллекту и так далее, и так далее. Такая тема у меня интересная. Харизматичный лидер, с которым мне предложили выступить. Я была, конечно, удивлена, но раз об этом сказали, наверное, доля харизматичности во мне есть. А мы с вами сейчас попробуем в этом разобраться. И у меня сразу предложение к вам. Если вы видите, слышите те качества, которые, на мой взгляд, присущи харизматичному лидеру, если они в вас есть, ставьте себе плюсики. И таким образом вы сразу уже по ходу дела сможете разобраться, являетесь ли вы таковым. Итак, распространено мнение, что за харизматичным лидером пойдут на смерть. Я, честно признаться, не проверяла, поэтому не могу с полной уверенностью сказать, таковым ли я являюсь, но мы с вами сейчас проверим. И прежде всего я считаю, что харизматичным лидером невозможно стать там, если вы занимаетесь не своим делом. Грубо говоря, если говорить таким простым языком, если вас не штырит, не таращит от того, что вы делаете. Потому что, конечно же, харизматичность, она проявляется только в любимом деле. Там, где действительно вам хочется проявляться и хочется двигать команду за собой. Мне бы хотелось разобраться немножечко с нашей презентацией, но у меня не получается. Окей. Я думаю, что и так разберемся. Так вот, давайте сначала разберемся, чем же все-таки обычный лидер отличается от харизматичного лидера. Я не могла бы здесь поставить знак равенства между двумя этими позициями. Почему? Потому что обычный лидер, скорее всего, так чаще бывает, это человек, наделенный особой властью, особым статусом. Круто, если он является авторитетом своей компании. Скорее всего, это руководитель, который, возможно, кем-то поставлен. И он управляет своей командой таким образом, чтобы она достигала определенных целей. И здесь я бы выстроила взаимосвязь на начальник подчиненной. Я не очень люблю такую взаимосвязь. В своей компании я, конечно же, этого не пропагандирую. В моей компании изначально, с помощью меня, конечно же, было принято лидер-последователь. Так вот, если говорить о харизматичном лидере, то он выбирает особый тип управления, основанный на более эффективном сочетании различных источников власти. И он соединяет в себе все эти качества. Да, давайте. Юль, я немножко вас прерву. Вы можете говорить, листайте дальше, и мы можем переводить ваши слайды дальше. Да, дальше. Потому что у меня почему-то не получилось. Ну, я не вижу презентацию, возможно, ее участники видят. Окей, я могу без презентации. Там, собственно, ничего интересного. Вы можете немножко там перезагрузить или F5 нажать, чтобы… Давайте лучше я не буду трогать, а то вдруг все слетит. Лучше не трогайте, тогда все мы видим. Все это, мне кажется, прекрасно. Так вот, если вот такой лидер, именно харизматичный лидер, он будет выстраивать взаимосвязи внутри своей компании как лидер и последователь. Последователь. И вот именно это пропагандирую я в своей команде, в своей компании. И сразу хочу предусмотреть, предостеречь вас от того, возможно, у вас есть такой вопрос. А не будет ли снижена субординация в таких отношениях? Нет, я уверяю, вас не будет. Если вы правильно изначально выстроите взаимоотношения со своей командой, то субординация обязательно сохранится. Именно харизма, на мой взгляд, обеспечивает устойчивость власти лидера. Например, руководитель может утратить свой авторитет, он может утратить свой статус. Но если руководитель сохранил свою харизматичность, то он сохранил и свое влияние, и свою власть. Потому что харизматичный лидер и, в принципе, харизма, харизматичность – это умение влиять на людей, это умение вести команду за собой. Многие говорят, что это своего рода дар. Возможно, это дар, но я все-таки считаю, что есть способы и развить в себе лидерские качества, и развить в себе харизматичность. Например, если говорить про пандемию и говорить про ведение команды за собой, то пандемия была как раз таким классным показателем, что происходит с компанией. И вот я хочу сейчас прям похвастаться, в нашей компании по сети в целом текучка составила всего 15%. То есть практически вся команда осталась с нами. И я считаю, это огромный труд, и это действительно дорогого стоя. Так вот, давайте разберемся, какими же качествами должен быть наделен харизматичный лидер, и что нужно в себе развить, чтобы таковым стать. Ну, конечно же, самое первое – это коммуникативные навыки. Харизматичный лидер прежде всего, обаятельный, общительный, очень открытый, приветливый. У него есть ряд в лексиконе каких-то фраз, которые присущи той кайму, и они уникальны именно в отношении его. Это усиливающие впечатления жеста и позы, и так далее, и так далее, и так далее. Это, конечно же, люди, уверенные в себе. И есть, кстати, если говорить о харизматиках женщин, и такие женщины тоже есть, то, например, рукопожатие при встрече говорит о том, уже такой маленький ярлычок, маленький звоночник, что харизма у вас все-таки есть. У нас в России не принято здороваться с женщинами, с женщинами, с мужчинами через рукопожатие. Но это как раз-таки говорит о вашей харизме. Если говорить о коммуникативных навыках, то, конечно же, харизматик, он обладает силой слова. Он прекрасно умеет вести дискуссии, переговоры. И он умеет убеждать людей, он умеет вести команду за собой. Причем это проявляется не в приказах строго по иерархии, а это происходит именно на доверии людей, на доверии команды к вам как к лидеру. И вот если говорить о себе, именно о моей фишке ведения переговоров, в принципе, поведения с коллегами, то я выбрала для себя очень честный диалог, открытый диалог, и я даже не боюсь признаться в какой-то своей некомпетентности перед коллегами. Это мне, наоборот, даже придает некую силу уверенности в себе. Далее, лидер должен проявлять проактивность. Кстати, если вы там щелкаете, и люди видят нашу программу, то можно перещелкнуть, перескочить на следующий слайд. Проактивность. Конечно же, харизматик, он проактивен, он заряжает своими действиями всю свою команду. Это человек, всегда ищущий, и самое главное, находящий новые пути развития для компании. Он не ждет какого-то волшебного пинка. Он всегда, где бы он ни был, путешествует с друзьями, неважно, в ресторанах общается, встречается, он всегда ищет, смотрит и находит новые фишки, новые идеи, которые он готов внедрить в свою компанию, в свою команду для улучшения, ну, допустим, каких-либо показателей, атмосферы и так далее. Более того, харизматичный лидер абсолютно свободно будет выполнять какие-то действия на уровне со своими линейными сотрудниками, и это ни в коем случае его не оскорбит, это не значит, что он не умеет делегировать, но это говорит о том, что он ближе к народу, и опять же он работает всеми своими действиями на открытость, на доверие. Эмоциональный интеллект, конечно же, харизматичный лидер обладает очень высоким чувством эмпатии. И здесь очень интересный факт. Эмпатия – это то качество, умение распознавать и контролировать свои эмоции. Конечно же, любому лидеру, любому руководителю очень важно руководить своими эмоциями. Но если мы говорим о харизматике, то этот человек, так как обладает очень высоким чувством эмпатии, он понимает, что происходит сейчас на поверхности с другими людьми в его окружении. И он настолько считывает эмоциональное состояние, что он к ним присоединяется и чётко понимает, что если сейчас надо разгневаться, он это сделает красиво. Если нужно присоединиться, сочувствовать, он это будет тоже делать очень чувственно. То есть харизматичный лидер, помимо своих эмоций, ещё очень умело управляет чужими эмоциями и использует их для того, чтобы правильно и эффективно руководить людьми, влиять на людей. Следующий – это коэффициент запаса жизненной энергии. Вот это как раз-таки в большей степени врождённое качество. Вот если мы говорили про эмоциональный интеллект, то его можно развивать и нужно развивать. И я очень радуюсь, что сейчас в компаниях люди это делают, EQ, так называемый, то VQ – коэффициент запаса жизненной энергии – это такое чаще врождённое качество. Так как харизматик очень активен, он постоянно генерирует всевозможные идеи, постоянно пытается их внедрить и внедряет, преодолевает какие-то трудности к достижению своих целей и задач, то, конечно же, безусловно, мы понимаем, что этому человеку нужно огромное количество энергии. Где её генерировать? Как её сохранять? Здесь огромное количество лайфхаков. Но самое важное – это сон. Особенно для женщин старше 40-ка сон очень важен. Он помогает восстанавливаться и хорошо выглядеть. И второе, например, для себя – это пару буквально лайфхаков. Я прям настоятельно для себя беру дни информационного детокса, где я ни по какому вообще вопросу не беру телефон, не беру ноутбук, ничего. Полностью отдыхаю от информационного шума. Это очень важно, потому что моя задача как харизматичного лидера – вдохновлять людей, заряжать людей, создавать атмосферу. Как я это смогу сделать, если я сама иссякаю своей энергией? Конечно же, харизматичный лидер имеет собственные принципы. Они у каждого свои. Но есть ряд принципов, я их выделила два, которые, на мой взгляд, обобщают всех харизматиков. Первое – это огромная внутренняя свобода. Для нас это очень важно. И без внутренней свободы харизма в принципе едва ли возможна. Почему? Потому что харизматики, они видят мир по-своему. Они не привыкли прогибаться под мир, они его будут прогибать под себя. Они будут сами внедрять идеи. Они будут сами двигать и понимать, как двигать команду. То есть они абсолютно не привыкли делать то, что навязывает общество. И второй принцип – это принцип борьбы. Причем борьба здесь, борьба с самим собой в первую очередь. То есть я, например, постоянно кидаю себе вызов. Смогу или не смогу. Даже не так. Я сто процентов смогу. Важно, в какие сроки. То есть я сделаю все, чтобы смогла я и смогла моя команда. Поэтому вот этот принцип борьбы, соревновательный, он есть всегда. И неважно, в какой сфере вы работаете. И еще есть очень интересное качество у харизматиков. Они настолько ценят и преданы своему делу, в которое они верят, которое они создают. Что они делят мир на своих и чужих. И готовы глотку разорвать тому, кто против них, против их миссии. Кто разрушает их коллектив, разрушает их и так далее, и так далее. Следующее, про то, что говорила Мария, очень важен имидж. Имидж, эпатажность, чувство юмора, самоирония. Вот это те качества, которые очень важны для харизматичного лидера. Имидж – это устойчивое впечатление, которое харизматичный лидер производит на окружающих. Он тем самым подчеркивает свою уникальность. И он это понимает и чувствует в себе. И это не просто изюминка во внешнем виде. Это еще и поведенческая история. Ну, если говорить про имидж, то вы можете использовать очки, вы можете использовать какие-то значки. Я обожаю обувь, и мой имидж всегда отличается яркой, нестандартной обувью. И все люди уже прекрасно понимают, видя, знают, что если обувь, то это хопть. Эпатажность – это, конечно, такой интересный вопрос. Возможно, все по-разному к этому относятся. Но если мы говорим все-таки о харизме, то эпатаж имеет место. Причем эпатаж может играть и позитивную, и негативную роль. Но в любом случае, какая бы роль ни была сыграна, вам будет в плюсик с точки зрения влияния на людей. Иногда нужно делать какие-то интересные, нестандартные вещи для того, чтобы команда за вами пошла, для того, чтобы люди за вами, вас поверили, для того, что люди… Сейчас вообще люди любят все нестандартно. И, например, у меня эпатажных случаев огромное количество. Один из самых ярких – это в 2012 году, уже будучи управленцем ворд-классе, я побрилась на лосо. Я сейчас никого не пропагандирую это делать. Но я, готовясь к этому выступлению, четко поняла, что именно в тот момент началась точка моей узнаваемости. То есть в тот момент как раз-таки начался пик моей популярности, и после этого все больше и больше эффект я получала. Эпатажных людей вообще очень много, и если вы возьмете сейчас всех лидеров, даже посмотрите вокруг себя или лидеры нашей страны, лидеры в мире, они действительно все имеют ту или иную особенность и в поведении, и в своей внешности. Чувство юмора, самая ирония, ну куда без этого, здесь я даже не буду долго останавливаться. Это нужно в себе развивать, нужно находить в себе смелость, посмеяться над собой, вместе со своей командой, вместе со своими сотрудниками. Это прям важно. И очень важно иметь какое-то хобби. Причем это хобби нужно транслировать своим людям. Людям очень интересно видеть и другую сторону вашей жизни. Не то, как вы управляете, какой вы здесь. Но и бэк-ярт, так сказать, да, то, что у вас есть за пределами вашей деятельности. И опять же, развивая свое хобби и делясь этим сотрудниками со своими коллегами, вы новые какие-то точки соприкосновения найдете. Вам будет о чем пообщаться. Не всегда же только о работе говорить. Например, хочу привести такой быстрый пример. Я в свое время училась в США. И когда я училась в высшей школе, директор этой школы был очень крутой, эпатажный человек. Его очень любили дети, очень любили преподаватели. И вот он каждый год делал просто какие-то невероятные вещи. На День Святого Патрика он красил голову в зеленый цвет. На выпускной вечер он прям в выпускной зал на вечеринку заехал на своем Харли, весь в коже, и дети просто ликовали. Почему это круто? Люди будут это помнить. Вот эти поступки эпатажные, они будут помнить. А для харизматика очень важно после себя что-то оставить. Так вот, харизматичный лидер, он меняет мир. Можно переключить на следующий слайд. Нет, становление харизматика – это очень сложный, серьезный процесс, на самом деле, если серьезно. Потому что менять себя сложно. Харизматик создает свою собственную картину мира. Он расширяет границы внутренней свободы. И самое главное – он создает свою миссию. И вот если, как понять, харизматик вы или нет, задайте себе вопрос, есть ли у вас миссия. А если эта миссия есть, то озвучьте ее. Как звучит ваша миссия? И вот для харизматиков важен нематериальный мир. Для него не важно пройтись вверх по карьерной лестнице для того, чтобы купить квартиру, машину и так далее, и так далее, путешествовать. Нет, для харизматика в первую очередь важно достижение масштабной цели. Харизматик мыслит в рамках всего мира. И для него важен личностный рост. И важно, как с его ростом растет его команда. Очень круто, когда я вижу, что мои ребята уезжают в Москву, в Питер и занимают там лидирующие позиции в компании World Class. Кто-то уезжает за границу и там развивается дальше как тренер, как руководитель и так далее, и так далее. Причем очень важно, что я не боюсь создавать себе замену. Из первых дней управления я взращивала себе помощников, руководителей. Потому что один в поле не воин. И это следующий слайд. Один в поле не воин. Харизматику неинтересно управлять обычными людьми, исполнителями. Харизматик взращивает в себе таких же фанатиков, как и он сам. Ему важно генерировать идеи с кем-то. Ему важно слышать, что его люди пронизаны этой же идеей, этой же атмосферой. Что они двигают ту же мысль, которую создал он. И поэтому я никогда не боялась взрастить руководителей. И мне никогда не страшно, что ребята уйдут конкурентом. Что они начнут руководить другими клубами. Мне надо завершаться. Да, это не страшно. У меня сколько времени? Совсем нет? Ну, в принципе, можем на этом закончить. Я хочу... У нас просто очень к вам много вопросов. Замечательно. Единственное, хотелось бы еще раз сказать о том, что харизма это все-таки с одной стороны дар, но с другой стороны это то качество, которое каждый человек может в себе развить. И это круто. Давайте. Юля, спасибо вам большое за такой обстоятельный рассказ. И очень много вопросов накопилось. Поэтому давайте в диалоге сейчас с вами успеем ответить на них. Итак, первый вопрос. Как не допустить перехода от харизматичности до хаоса в коллективе? Что я сказала в самом начале. Правильно выстроить свои отношения. Прежде всего, к вам должно быть уважение. Субординацию никто не отменял. И харизматик, на самом деле, очень любит власть. Но он умело управляет этой властью. У каждого есть свой функционал. У каждого есть свои обязанности, правила и так далее, и так далее. У нас даже есть кодекс клуба, который мы все соблюдаем. Но очень важно, чтобы это все соблюдали лично вы, если вы являетесь лидером. И очень важно, чтобы это соблюдали ваши работники, ваши коллеги. Но быть с ними человеком очень важно. И тогда у вас все получится. Попадайтесь найти этот микс. Это несложно, но нужно просто здесь поработать. Как харизматичный лидер набирает команду? Под себя. Очень просто. Для меня, например, очень важны человеческие качества. Люди ко мне приходят на собеседование и выкладывают все свои трудовые книжки, сертификаты и так далее. Мне неинтересна его предыдущая деятельность. Я на собеседовании задаю личностные вопросы. Мне очень важно, как человек мыслит. Чем живет? А есть ли у него миссия? А какие у него ценности, принципы и так далее, и так далее. И вот если я понимаю на энергетическом уровне, что это мой человек, я уверяю вас, научить можно абсолютно всему. Главное, чтобы человек фанател. Эпатаж и харизма. Они рядом? Я перечислила все качества. Эпатаж – это часть харизмы. Все время быть в эпатажном состоянии тоже будет выглядеть странным. Не забывайте, что для того, чтобы быть лидером, лидером обязательно нужен интеллект. Без этого никуда. То есть компетентность никто не отменял. Без определенного уровня компетентности вы не сможете достичь авторитета. А уже на это мы накладываем остальные характеристики, которые я перечислила. Юль, скажите, пожалуйста, какие книги порекомендуете для развития лидерских качеств и харизмы, чтобы почитать? Ну, сейчас очень моден Гандапас. Я его на самом деле, когда готовилась к лекции, решила прослушать. У меня особое к нему отношение. Но потому что он как раз-таки для меня достаточно эпатажный, дерзкий, где-то грубый. Но вот именно эти качества, они цепляют. Вы можете, в принципе, его послушать. Я думаю, что этого будет достаточно. Но я хотела бы сказать, что для развития вот этих качеств лучше всего, в первую очередь, развивать эмоциональный интеллект. А это целая история. Это огромный труд. Не бойтесь менять себя. Нужно заниматься самопознанием, бороться со страхами. И в первую очередь думать все-таки о людях, двигать их. И тогда Вселенная вам даст больше, чем вы берете у мира. Юль, еще один вопрос. Как оказалась вот сейчас индустрия, вот на ваш взгляд, вот в такой сейчас ситуации, да, то есть пандемия была. И насколько она сейчас выходит? Ой, вы знаете, очень хороший вопрос. Вернулись ли люди к тренировкам в объеме? Вы знаете, именно пандемия, для меня это крутая тема. Я очень рада, простите, что она сложилась. Потому что это действительно точка роста. И вот такие кризисные ситуации, в них либо человек умирает, ну в кавычках, да, либо человек выживает. Так вот, моя команда настолько преуспела в своих сильных качествах, что прошел первый квартал, мы за 12 лет ни разу не показывали таких результатов. У нас повысилась посещаемость, у нас просто колоссально повысились выручки, все показатели, KPI у менеджеров. Вот вам ответ. Люди стали больше ценить здоровье. Если говорить об индустрии, да, то люди стали больше ценить и думать наперед не о реабилитации, а о том, как предостеречь себя от заболеваний. Может быть, с этим это связано. Хорошо. У меня еще один вопрос. Вы вот так очень красиво говорите. Я думаю, что вы бы стали интересным таким спикером на различных конференциях, выступали, может быть, в театре. У вас очень красивый голос. Ну как вы оказались в индустрии? Спасибо вам, во-первых, за комплимент. Я всю жизнь в спорте. Это, ну, все детство. Все детство я занималась спортом, поэтому мне это интересно. И на самом деле, так как я занимаюсь йогой, я очень верю во Вселенную и в дар Вселенной. Вселенная меня как-то сама так направила на путь фитнеса. Но здесь, конечно, пришлось очень много потрудиться и сделать много усилий над собой. Это такой большой десятилетний труд. Собственно, я результатом довольна, но нет предела совершенства. Придется выступать, ехать в мир. Юля, еще один вопрос. Спасибо вам большое, что вы ответили мне. Еще один вопрос от наших слушателей. Перфекционизм присущ лидеру харизматику? Двойственно. Перфекционизм круто, да, но опять же на грани с помешательством. То есть все-таки думайте о людях и думайте о том, что люди разные. И это круто, что есть разные люди. Но всегда нужно находить золотую середину. Я бы так сказала. Я перфекционист в отношении себя, но не по отношению к людям. Спасибо большое. И что бы вы хотели пожелать нашим слушателям, нашим участникам конференции? Не останавливаться на достигнутом, продолжать развиваться, развивать свой эмоциональный интеллект, развивать чувство эмпатии. И помните, как сказала Мария, нет красных таблеток. Все в ваших руках. И самое ценное в жизни – это вы. И если вы создадите себя, полюбите себя, то вы сможете этот дар отдавать людям. Только так.